Всем привет! С вами снова Алексей Гладков и вы на канале Mobile Developer. Сегодня будет достаточно такое жесткое видео, возможно неприятное кому-то и так далее, но, к сожалению, я не могу об этом сказать. Я как человек, который активно нанимает людей, который активно смотрит, как выглядит рынок IT на данный момент, именно рынок российский, хотя и не только, я немножко чуть позже об этом скажу. Я не могу поговорить о том, что сейчас вообще ждет те, кто попытался войти в IT или те, кто только задумывается об этом. Вот если ты смотришь этот ролик и такой думаешь, блин, стану Android-разработчиком или стану iOS-разработчиком и так далее, досмотри видео до конца, потому что именно в этом видео ты узнаешь, что, возможно, тебе этого не нужно делать. Видео будет недолгим, однако все равно наливайте себе чай, кофе, устраивайтесь поудобнее и поехали. Я думаю, никому не надо рассказывать то, что сейчас происходит в мире и вообще, ну, я думаю, сейчас такое время, что все вообще следят за новостями и мы уже с ностальгией вспоминаем те времена, когда топовым обсуждением было там, не знаю, плохая Ольга Бузова, например, или неплохая, потому что сейчас как бы все на это вообще пофигу, потому что есть вещи гораздо важнее. Так вот, это в том числе отразилось и на рынке IT. В первую очередь на рынке IT российском, безусловно, хотя это не может, поскольку в мире все связано, да, мы живем в таком глобальном уже достаточно мире, это не может отражаться и на других местах. И вот, например, если говорить про западный рынок, то вот, вот сейчас вы увидите, есть посты людей, то есть Facebook уволил 11 тысяч человек, Tesla планирует сокращение, в принципе, рынок Nasdaq падает, ключевая ставка в США растет, что, в общем, тоже не очень хорошо отражается, например, на тех же стартапах, потому что они очень сильно зависят от кредитных денег. То есть это происходит плюс-минус во всем мире, но именно я, вот именно я как человек, который нанимает людей, человек, который обучает людей, да, там, Android, iOS, разработки, я не могу не заметить определенных тенденций, я хочу ими с вами... Давайте начнем вообще с того момента, почему вот образовался вот этот IT-пузырь, буквально о паре вещей, просто на этом будет понятно, почему сейчас этот IT-пузырь по всем признакам лопнул. Почему он образовался? Ну, началось все с того, что стали появляться крутые приложеньки, крутые сервисы, в России их очень много, всякие там, Яндекс.Го, Озон, Авито и так далее. Все это приносило довольно больших денег, то есть и требовало все больше и больше квалифицированных программистов. Поскольку квалифицированных программистов, их всегда мало, их всегда мало, и вот это очень важная мысль, запомните ее, их всегда будет мало, независимо от того, лопнул пузырь, не лопнул пузырь. Если вы квалифицированный инженер, то вам в любом случае все дороги открыты. Так вот, поскольку квалифицированных кадров было мало, то стали пылесосить, что называется, рынок. Соответственно, что такое пылесосить рынок? То есть, например, есть компания А, ну пускай это будет АВИТО, например, и есть компания, пускай это будет СБЕРБАНК, потому что Сбербанк так делал. Соответственно, если компания, например, АВИТО платит разработчику условных 100 рублей, то Сбербанку, чтобы переманить разработчика из компании АВИТО, нужно предложить ему, ну там, 150, например, рублей. А поскольку у Сбербанка денег, в общем-то, много, то он может предложить даже не 150, а 200 и 250. Есть такая известная присказка у Ичаров, что бюджет на найм, он всегда больше, чем бюджет на повышение зарплаты. И вот это, кстати, очень непонятная для меня история, на мой взгляд, это вот какой-то испорченный и тупейший мир, который в том числе и привел в ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. И, соответственно, когда Сбербанк, ну тут сидит разработчик Вася, он там что-то кодит, да, и так далее, и тут к нему прилетает рекрутер такой, Васян, блин, ты крутой, давай мы тебе будем платить 200 рублей вместо 100, ну какой адекватный человек откажется в этой ситуации пойти. А учитывая, что бюджет на найм всегда больше, чем бюджет на содержание, то, соответственно, компания Авито, ну в лучшем случае, предложит ему там еще на 50 рублей больше. Я не знаю, как сделать компания Авито, возможно, компания Авито сделает все очень правильно и скажет ему, Васян, давай 200 и ты остаешься у нас. Но, к сожалению, вот такие компании, я поэтому не люблю на конкретных компаниях пример приводить, просто так проще мыслить, но давайте представим, что это просто компания А. Так вот, компании А, их таких много, они так не делают, они говорят, ну и иди, мы не готовы тебе дать 200 рублей, потому что нифига себе, это рейс твоя зарплата аж на 100%, это, ну, кто в здравом уме тебе даст такое повышение. И Васян уходит, он уходит Сбер, один ушел, второй ушел, Колян ушел, Алексей ушел, Леха там, в смысле, ну, неважно, куча народа ушло. И тут вдруг компании А обнаруживают, что им больше не, ну, у них там есть гигантские планы, потому что у любой компании есть план в следующем году получить денег больше, чем в предыдущем. И вот для того, чтобы получить денег больше, я вам открою, может быть, секрет, но вот люди, которые на самом верху, вот которые там генеральные директора, совет директоров, они понятия не имеют, как это делать. Вот понять, у них просто есть куча бабла, они готовы его как-то инвестировать, а дальше это все так спускается вниз, декомпозируясь, и там уже есть конкретные люди, которые говорят, а давайте мы в ваше, например, приложение Тинькофф внедрим, сделаем из него суперап и будем там продавать кинобилеты. Посчитав, что продавая кинобилеты через приложение Тинькофф, они получат, ну, там, допустим, сколько-то сотен миллионов прибыли, что позволит приблизить их к плану. А план звучит примерно так, вот в этом году мы зарабатывали 100 миллиардов рублей, давайте в следующем году мы будем зарабатывать 150. С чего вдруг, почему мы должны зарабатывать 150? Да фиг его знает, просто мы так хотим, хотим зарабатывать 150. Соответственно, на это подвязываются премии, на это подвязывается все остальное и так далее. Возвращаемся к Васяну. И вот они ушли, и сидит такой тимлит или продукт, или неважно кто, и чешет репу, и понимает, что у него в команде остался один человек, а планов у него там, ну, громадье. Он начинает звонить везде, ходить по всяким там комитетам, которые выдают деньги на разработку, и говорит, что ребята, ну, вы понимаете, с нашим бюджетом мы не можем конкурировать на рынке, потому что Сбер уже платит, допустим, 200 рублей, а мы, соответственно, платим 100. Давайте мы тоже начнем платить 200. Потом, почесав репу, он думает, даже нет, давайте 250, потому что, ну, нам же надо как-то их переманить к себе. То есть Сбер своим вот этим предложением 200 уже задрал планку. Соответственно, это приводит к тому, что там задирается планка еще выше, потом третья компания еще выше задирает. Ну, я думаю, механизм понятен. В итоге это приводит к просто сумасшедшему росту зарплат, к сумасшедшим ценам, вот ситуациям, когда ты буквально мог в начале года получать 100 тысяч, к концу года уже получать 200, а в начале следующего года получать уже 300. И это вообще запросто, это вообще нифига не шутка про трактористы, это, к сожалению, вообще наша реальность стопроцентная. Соответственно, это еще приводит к следующим результатам, поскольку идет огромная борьба за головы, у тебя начинается ситуация, когда ты начинаешь уже как бы, ну, несколько снижать планочку. То есть в этом плане, несмотря на то, что я часто очень хейчлю, хейчлю, господи, ну, ужас какой. Несмотря на то, что мне не очень нравится процесс собеседования в Яндексе, вот тут я не могу не отдать им должное. Они придерживают все до конца, они не снижают планку, они продолжают набирать только тех инженеров, которые им нужны. В остальном, остальные компании, они такие, типа, ну, ты, конечно, может, не совсем до синера дотягиваешь, но мы тебя там что-то научим. Главное, чтобы, да и будем честны, большинство продуктовых задач, они не требуют какого-то прям, там, это не rocket science, да, это покрасить кнопку, сделать навигацию, готовые фреймворки, архитектор все уже запилил, сидит и херачит. Вот, то есть планка снижается. Соответственно, начинает пылесоситься как бы более нижний слой рынка. То есть кроме квалифицированных кадров, начинает пылесоситься middle, начинает пылесоситься junior. Я сейчас рассказываю про, ну, где-то, наверное, 2012-2014 год. И тут возникает спрос на эти кадры. Спрос, естественно, требует, ну, рождает предложение, да, то есть начинают, как грибы из-под дождя, появляются всякие школы. Боксы, брейнсы и так далее, которые начинают вот поставить вот этим вот компаниям кадры. Ну, как кадры, типа, из разряда, так, ты эту вилку держать умеешь, 2 плюс 2 умеешь складывать, ну, давай, вперед. И люди брали, потому что, ну, а какие у них варианты? У них есть вариант только либо просрать конкуренцию на рынке, либо взять вот этого типа и надеяться, что он там как-то научится. И отчасти поэтому на первый уровень и выросли софт-скиллы, потому что, ну, типа, технологии научить можно. А вот если человек мудак и не хочет учиться и не хочет вообще, в принципе, ни хрена делать, то, соответственно, научить его будет крайне тяжело. Поэтому проще, ну, по хардскилам так чисто оценивают из разряда оценивали, из разряда, ну, ты там что-то умеешь связанно говорить там и так далее. Вроде человек, главное, что человек нормальный, все остальное пофигу. Брали всех подряд. Вот что вы понимали, с знаниями тогда, когда я вкатывался в IT, я бы сейчас, не то что на стажеры, меня бы даже где-нибудь там в Android Developers чате просто обосрали, потому что я не знал, например, что такое поток. Вот просто не знал. Я не знал, что существует главный поток, что существует там воркер-трейды, что вообще, оказывается, надо операции делать на воркер-трейде. Это не мешало мне деньги зарабатывать. Вообще. Была вот такая вот ситуация. Предложение начинало расти, да, то есть у нас количество вот этих вот вкатышей, в IT-шников, да, их начиналось увеличиваться, 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 увеличиваться. И компании в один момент, ну, как бы насытились. То есть им уже все. Им вот этих вот чуваков, которые буквально ни хера не знают, и их нужно учить, они все. Это очень быстро насытилось, потому что как только ты начинаешь массово поставлять такие кадры, вот такие вот, ну, прям вообще ни о чемные, да, то работа для них быстро заканчивается. Потому что вот эта низкоквалифицированная работа, ее на самом деле, ну, много, конечно, но не настолько много, чтобы удовлетвориться просто всех этих школ. А школы, они, вот эти вот все курсы, они, естественно, ну, апеллировали к тому, что мы готовы вас вот трудоустроить. И раньше, кстати, действительно было так, очень короткое время, но было. Мы готовы вас трудоустроить сразу после обучения. И это происходило, ты, скорее всего, трудоустраивался. И для людей это была, ну, вот прям натуральная золотая лихорадка. Я всегда настаивал и буду настаивать на том, что вот эти вот все ваши мотивации, вот эти вот все ваши big planning, вот это вот, вот это все, вот это, простите, мне материться нельзя, но вы сами нарисуйте какое-нибудь слово там матерное, да. Вот это все для большинства людей нахер не работает, им это вообще не упало. Вот просто нафиг не нужно. Большинство людей хочет очень простых и понятных вещей. Стабильного дохода, понятные деятельности, ну, то есть, чтобы там без мудаков, начальников, да, чтобы там на тебя никто не орал, не срывался, если вот не понимаете, о чем я говорю. Вернее, вот все работы хороши, есть канал, посмотрите, там примеры есть. И то, чтобы можно было содержать семью, можно было нормально жить и все, и дальше их вот, их вот эта вот именно рабочая деятельность, она вообще не интересует. Людей, которые хотят изменить мир, которые хотят вот действительно упороться, пожертвовать все здоровье, семью, все свое свободное время в что-то, какую-то глобальную идею, их по пальцам можно пересчитать. Все остальные просто хотят нормальной человеческой жизни и это нормально, она поэтому называется нормальная. И вот тут у нас есть стандартный чувак, который, например, ну, не знаю, там, работает продавцом, врачом, у меня кого только не было, этих, пилотом, даже пилоты были, представляете, пилотом, конструктором, каким-нибудь мебельщиком, кровельщиком, да пофигу. То есть, работает кем-то, он получает какую-то зарплату, допустим, это зарплата для Москвы, ну, скажем, 50, даже, может, 80. 80 тысяч это довольно неплохая зарплата, особенно по тем временам была в Москве. И вот он получает свои вот эти вот 80 тысяч, вроде как бы живет нормально, тут к нему прилетают ребята из курсов, да и просто может кто-то из знакомых, а вот Вася-то у меня там устроился в IT и теперь получает аж 100 тысяч рублей. Да, далеко ходить на самом деле не надо. Моя жена, она получала образование 6 лет, 6 лет, это медицинское образование, оно достаточно серьезное, плюс она закончила с красным дипломом. После того, как она вышла из своего альмаматора, да, и попала в лабораторию, ее зарплата составляла 30 тысяч рублей, 30 тысяч за полторы ставки. В коммерческой лаборатории это 50 тысяч, может быть 60. Дизайнерам просто сходу ты получаешь 80, сотку, блин, а программистам и того выше. Естественно, это сформировало, ну, некоторый, по большому счету, социальный лифт, то есть ты, по большому счету, не прилагая особых усилий, и это важно, не прилагая особых усилий, тебе не нужно для этого 6 лет учиться, получать какие-то специфические сертификаты и какие-то комиссии проходить. Ты просто учишься, блин, красить кнопки и с небольшими усилиями, но все время возрастающими, потому что все больше народу вкатывается, все меньше вакансий остается, ты, как бы, получаешь зарплату в 100 тысяч и так далее. И вот тут самое интересное, это цифры. В то время, если ты решал вкатиться, то твое время от момента вкатывания до момента, собственно, от момента решения, вернее, до момента вкатывания занимало примерно где-то полгода. Полгода это, ну, очень небольшой срок, если вдуматься, это реально небольшой срок. На это время можно там на что-то подзабить, у тебя может быть какой-то запас денег там и так далее, то есть ты можешь выдержать эти полгода до того, как ты вкатишься и у тебя начнется нормальная зарплата. Сейчас, даже не сейчас, а еще где-то год назад, эта величина составляла уже полтора года. Это происходит по многим причинам. Во-первых, потому что технологии все время увеличиваются. Вы, думаю, заметили, что раньше это был стандартный стек, а синктаски какие-нибудь и так далее, потом у нас усложнилось, у нас стал RX, Dagger там и так далее, это уже сложнее. И мой ролик про RX и Dagger, это одни из самых популярных роликов на канале, потому что людям нужно было, это вот прям можно было отследить по времени, людям нужно было очень вкатываться, и они эти ролики прям за поем смотрели. Потому что выучиваешь RX, Dagger и все, ты готов, ты красавчик. Теперь тебе нужно помимо этого RX, Dagger и так далее, тебе нужно знать еще, в ее модели, корутины, котлин, там какие-нибудь новые KMM-библиотеки, компоуз еще к этому прибавился. То есть пул технологий все время растет, это все время увеличивается. Соответственно, приходится учиться дольше. Более того, что я вот тут у себя на телеграм-канале, кстати, подписывайся на телеграм-канал, если вдруг вы не там, там очень много интересной информации, дополнительной к тому, что я видео выкладываю. Ссылки будут в описании. Так вот, в телеграм-канале я опубликовал пост с Пикабо, где чувак очень правильно написал, что избегайте вот этих вот ванильных курсов. Программирование, это, блин, сложно, это все равно сложно, даже если речь идет о покраске кнопок и все. В итоге это все равно, ну, как бы, это, я, конечно, не сравню, там идет сравнение с квантовой механикой, но это очень похоже. Это как квантовая механика для детей. Некоторые концепции невозможно объяснить простым языком. Ну, как ты не старайся. Если ты можешь еще объяснить худо-бедно, действительно, там, приложение по сложению двух чисел, то вот концепцию Solid уже объяснить простым языком не получится. Тебе нужно изучать все это. А если углубиться дальше, всякие там многопоточности и так далее, то это будет еще сложнее. Именно поэтому ребята с высшим образованием, как правило, проскакивают этап Middle Senior очень быстро. Им не нужно объяснять эти концепции, они учили их 5 лет. А вот если ты пришел с курсов, тут ты застреваешь капитально, потому что у тебя сложность растет нелинейно. Она растет вот так, да, а потом хобы и резко вверх. И, соответственно, вот тут возникает основная проблема с переходом от Middle к Senior. Но я потом отдельное видео сделаю про распределение грейдов, там, Middle, June и так далее. Это все ведет к тому, что вот этот вот срок, в который вы пытаетесь войти, он увеличивается. Я проводил опросы у себя на канале в Телеграме, и Кирилл мне помогал. Привет, Кирилл. Лех, привет. На связи Android Broadcast и я Кирилл Розов. Подписывайтесь на мой YouTube и Телеграм-каналы, а также другие соцсети. Там я рассказываю много чего интересного об Android-разработке. А, примерно полтора года в среднем. Это было до февраля. В феврале вы знаете, что началось, и тут важный момент, который не осознают очень многие джуны, и вообще, в принципе, очень многие люди, не имеющие отношения к разработке и к каким-то крупным компаниям. Компании планируют свои бюджеты на год. Понятно, что если случилось что-то совсем экстренное, ну, прям экстраординарное, не знаю, там, черный лебедь прилетел, хотя черный лебедь это и есть, наверное, то, что случилось в феврале. Так вот, если случилось что-то совсем экстраординарное, ребята очень быстро адаптируются. Ну, потому что год слишком большая величина, чтобы вообще не адаптироваться. Но все равно это касается каких-то определенных вещей. Но бюджет в целом планируется на год, и в том числе на наймы, и в том числе на все остальное. И тут возникает проблема. То, что мы сейчас то, что видим, то, что вот, ну, как бы ухудшилось, ну, не то, что прям колоссально. Мы увидим это колоссально со следующего года, когда ребята начнут планировать бюджеты на следующий год. Потому что на следующий год большинство компаний заморозят нахрен все. Потому что, ну, как бы в такой экономической ситуации под нож идут первыми инвестиции всегда. Тебе главное сохранить, ну, это как сравнить, не знаю, с чем. Если ты умираешь от холода, тебе будет вообще пофиг о том, чтобы задумываться об изучении английского языка. Ты будешь задумываться о том, чтобы просто не сдохнуть. Вот то же самое и в компаниях происходит в большинстве. Так вот, это приведет к тому, что рынок захлопнется еще сильнее. Он захлопнется уже для медлов и так далее. Даже до этого, где-то примерно вот в прошлом году, да и не только в прошлом, было несколько постов на LinkedIn, да и я могу подтвердить это по собственному опыту. Когда ты открываешь вакансию на стажера, проходит буквально 2-3 часа и прилетает где-то от 200 в разных ситуациях до 400 резюме на эту вакансию. Я понимаю, что сейчас многие скажут, блин, да там большинство из них скам, которые вот только курсы закончили и так далее. Но вы просто не представляете, что такое физически перебрать 400 резюме. Это просто невозможно. Это физически невозможно. Это займет, блин, не знаю, 3 месяца твоя работа. Поэтому делают следующим образом. Смотрят, идут с самого верху, отсеивают всякий скам, находят там, допустим, одного-двух человек на стажировку, они подходят, все, все остальные даже не смотрятся. Просто не смотрятся, потому что это физически невозможно. Вы не, вот просто, я не знаю, найдите, скачайте 400 резюме на хабре, попробуйте их отсмотреть и оценить. И посмотрите, сколько это у вас займет времени. А теперь представьте, что у вас помимо этого есть еще разработка, пул-реквесты, всякие неотложные дела, совещания там и так далее. Это все очень, ну, очень сложная история на самом деле. Соответственно, при конкурсе в 400, там, 200 человек на место и так далее, ваши шансы становятся, ну, прям минимальные. И мой прогноз, что в следующем году, если вот вы решите стартануть в Android или в iOS разработку, и, кстати, это очень важный момент, потому что именно в Android и в iOS разработке и во фронтенде такая проблема, потому что здесь именно для входа очень низкий уровень, то есть очень низкий порог для того, чтобы дойти до определенного уровня джина, а дальше ты начинаешь так тык-тык-тык-тык стукаться головой об стеклянный потолок, потому что там тоже сложно начинается, просто никто об этом на курсах не предупреждает. Когда у вас такой вот конкурс, шансов очень маленький. В следующем году, я так, ну, вангую в некотором смысле, это будет занимать, ну, примерно 2-3 года, вот рассчитывайте на 2-3 года непрерывный, вот тут пост появится с рекомендациями этим самым словом, вот просто непрерывный, вот это слово, да? Готовы ли вы? Подумайте, 2-3 года это очень много, возможно, в вашей профессии вы за это время с таким же рвением бы получили гораздо больше. То есть я пытаюсь что сказать, что я вначале говорю, что квалифицированные инженеры, они всегда будут востребованы, и это так. Соответственно, ваша задача стать квалифицированным инженером, не вкатиться в IT, не получить работу как можно быстрее, а стать квалифицированным инженером. Лучше всего для этого идти получать высшее образование. Другой способ, это начать вот заложить огромное количество времени, вообще не думать, когда вы попадете на работу. То есть если вы рассчитываете сделать спринт, вот просто у вас ничего не... Ну, там есть какие-то шансы, всегда есть в любой статистике погрешность, там 1-2%, но это не ты. Это как стать звездой или выиграть суперкубок и так далее. Это, скорее всего, не про тебя. Так вот, я говорил про спринт, вам нужно рассчитывать на марафон. Вам нужно рассчитывать на то, что вы будете очень долго-долго-долго чему-то учиться. Вначале учиться фундаментальным знанием, потом сверху, потом какой-то прикладухе, потом у вас будут какие-то проекты, и только потом вас кто-то, возможно, возьмет на работу. То есть вот и в таком случае вы действительно останетесь надолго востребованным, надолго вы будете получать хорошую зарплату, и вы будете востребованы везде, причем и за рубежом, и в России, собственно. Поэтому вот именно в прямом смысле, что как именно пузырь, то есть ситуация, в которой ты можешь ничего не зная, влететь и через полгода начать получать 100, 200, 300 тысяч и так далее, она лопнула, все, ее уже не существует. И все, кто вам обещают, вам врут. Такое это просто невозможно сейчас. Это происходит буквально с единицами, которым в силу каких-то непонятных обстоятельств знакомые, просто повезло и так далее, они попадают в это все, а остальные просто отсеиваются. Это типичная ошибка выжившего. Вот это вот, типа, у меня есть знакомый, который устроился, да что ты врешь, у него все нормально. Блин, а вы знаете про еще, например, 999 человек вместе с этим знакомым, которые пытались, и у них нихера не вышло. Они потеряли время, деньги, свалились в депрессию, потому что работа в IT это постоянное сталкивание с тем, что у тебя что-то не получается, да? А еще разуверились в том, что они умные, то есть они считаются тупыми и так далее. Вот вы про них знаете? Нет, скорее всего нет. А я про них знаю, потому что я вижу и у того одного, который прошел, и тех 999, которые никуда не прошли. Теперь, соответственно, я думаю, что вы поняли, как ситуация обстоит, и сейчас я не рекомендую вкатываться в мобилку или во фронтенд вообще. Я бы на это в принципе не рассчитывал. Я бы рассчитывал, ну не знаю, на освоение своей профессии, на что-то другое. Теперь что по поводу релокейта. Как я уже говорил вначале, есть очень много причин, косвенных и некосвенных, показывающих, что условно в западном IT, ну восточное IT, оно такое в целом очень закрытое. На самом деле Дубай очень хороший момент, но там тоже ищут именно квалифицированных инженеров, джунов там никто не готов выращивать. Так вот, азиатское IT, оно такое довольно закрытое в самом себе, европейское, американское, оно довольно открытое. Туда теоретически можно попасть, но опять же, будучи джуном, будучи джуном, вероятнее всего нет. Возможно, у вас просто будет чуть покороче срок. Но опять же, если вы хорошо знаете английский, и скорее всего, если вы уже там живете и туда переехали. В таком случае, да. Во всех остальных случаях, ну, крайне маловероятно. Там очень похожая ситуация. Опять же, все замораживается, режутся инвестиции, и, соответственно, джунов тоже никто не нанимает. Тут, наверное, некоторые могут мне сказать, Алексей, ну ведь столько людей рвануло на лучшие, так сказать, хлеба. Это, кстати, еще одна причина, почему на Западе с этим будет сложнее, потому что люди, которые рванули сейчас, они через полгодика, год начнут пытаться устраиваться, а у них, ну, нормальный такой уровень, то есть рванули-то в основном синеры. У них-то нормальный такой уровень, они смогут начнут устраиваться внутрь, и, соответственно, составлять вам тоже конкуренцию. И вы скажете, но внутри-то освободиться? Нифига не освободиться, потому что, когда у вас конкурс 400 человек на месте, это означает, что у вас есть, скажем так, слой повышенной, скажем, медлы, которых просто, ну, там, 100, например, а синеров, а вот синеров резко падает, там, допустим, их становится уже 10, или даже, может быть, ну, там, десятки, грубо говоря. Это так работает система поиска талантов. Я почему-то удивлен, что некоторые думают, что таланты, они появляются вот просто на ровном месте. Любой талант, он появляется на, ну, профессиональные, скажем так, массы выращивания талантов, оно проявляется только на чем-то массовом. Вот если у вас массово все начинают заниматься программированием, среди них вырастает, там, какое-то количество середнячков, потом, какое-то количество крутых чуваков и какое-то небольшое количество, прям, талантов. Соответственно, если у вас нет вот этой базы среди, ну, массовости, у вас будет меньше медлов, меньше синеров и меньше талантов. Поэтому в каком-то смысле для развития, там, не знаю, страны, Это хорошо, это хорошо, что в каждом подвале по своей робошколе и по своему IT, это значит, что в целом мы без кадров не останемся и все это будет, ну, выращиваться дальше. Но это очень плохо для вас, как для человека, который решил таким вот образом, скажем так, вкатиться, потому что вам конкуренцию составляет вот эта вот молодая поросль, которых много, их очень много, их прям дофига. Теперь давайте перейдем, собственно, к тому, что делать, потому что я думаю, что вы сейчас такие, давай, стоп, стоп, не стреляйтесь, не пейте цианид, варианты всегда есть. А, собственно, что можно здесь делать? Ну, во-первых, обратить внимание на соседние сферы. Есть бэкэнд, давайте наводним его. Есть системные инженеры, ну, там вообще по пальцам можно пересчитать людей. То есть более сложные, более фундаментальные сферы, которые ждут, когда вы к ним придете. Там все по-прежнему, там как в 2012 году люди готовы брать даже стажеров, обучать их, лишь бы у них был к этому интерес. Но там будет существенно сложнее, уже не получится. Ну, то есть, грубо говоря, для людей с плохой, там, математикой, мышлением, логическим и так далее, там, ну, все, путь закрыт. То есть это вам не кнопки красить, тут нужно реально сложные концепции осмысливать. Какой еще есть путь? Да, в общем, никакого, все. Единственный способ это осваивать какие-то соседние, более сложные профессии, потому что, как говорят цитаты ВКонтакте, идите по более сложному пути, там вы не встретите конкурентов. Это, ну, как бы, в реальности так и есть, по большому счету. Ну, в бэкэнде тоже, конечно, там, то есть, чем сложнее отрасль, чем сложнее вы будете углубляться, то есть, в какую-то системную инженерию, какие-то, может, микроконтроллеры и так далее, там будет, ну, соответственно, меньше-меньше людей. Но, кстати, там, возможно, еще и будет меньше денег. Идеальная эта штука, вот прям, что я могу точно сказать, это как раз системная инженерия. В стране не хватает системных инженеров вот так вот просто. Их просто нету. Это люди, которые пишут операционные системы, какие-то базовые штуки, то есть, такие вот, ну, платформы, да, на которых все это строится. Их просто недостаточно. Но для этого нужно изучать языки типа C++, нужно понимать очень хорошо структуры данных, всякие алгоритмы, как память, то есть, очень тоже сложный, сложный достаточно порог входа, но, тем не менее, там хотя бы готовы учить. И там действительно люди жаждут энтузиастов, которые готовы работать в этом направлении. Еще момент, который я могу сказать, попытайтесь подумать все-таки, что, может быть, ваша профессия. Сейчас мы вяжем такое время, что всем доступно, ну, практически все. У вас есть YouTube, у вас есть какие-то, не знаю, там, TikTok, и тогда люди занимаются какими-то такими вещами иногда. Я просто офигеваю. Ну, вот. И на самом деле мир, он гораздо более разнообразен и гораздо более широк, чем кажется на первый взгляд. Сейчас все свело с таком пути. Есть вот IT и все остальные профессии, где типа делать нефига. Это не так. Квалифицированные кадры нужны везде. И среди юристов, и среди экономистов, и так далее. Поэтому я думаю, что здесь можно обратить внимание на соседние профессии. Это по-прежнему будет востребовано и по-прежнему будет актуально. Очень жаль, очень жаль, что у нас в школах и в университетах перестали делать такой предмет, как профориентация. Большинство людей просто даже не задумывается и не знают о том, куда они могут пойти и что они могут делать. Потому что никто никогда с ними об этом не разговаривает. И получается, что каждый человек, он пытается как-то очень хаотичным образом выплыть во всей этой истории и получить себе профессию. Вот. Такой вот получился грустный выпуск. Но лучше это скажу вам я, чем это вам потом вы столкнетесь с этим сами, потратив на это 2-3 года кучу сил и нервов. Наверное, наверное, под это видео набегут кучи людей, которые будут со мной не согласны. Пишите, будем обсуждать это в комментариях. Единственное, о чем я вас попрошу, это быть максимально вежливыми. То есть друг друга не оскорблять, не скатываться в откровенную политоту. Речь сейчас идет не о том, почему все это произошло, а о том, что это произошло и что с этим делать. Прошу очень вас быть друг другу предельно вежливыми, независимо откуда вы. Потому что это на самом деле тоже одна очень важная мысль. Остаемся мы людьми или нет, это исключительно наш собственный выбор. Ну а с вами был Иксей Гладков, канал Mobile Developer. Увидимся в следующих видео. Скоро выйдет видео очередное по котлену. Если не хотите ждать, можете приобрести курс целиком. Все подробности есть на канале. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем огромное спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok